Все братья, двоюродные, родственники, дядя Миша, вот, Моша Некталов, недавно у него годовщина была, Пеник Некталов, Илюша Некталов, наш сосед. Хама Некталов, хама хамсояу, кузаромоу. Вот посмотрите, как провожали моего отца в этом нашем доме. Видите, да? Вот здесь уже, да. Вот этот Пеник с орденами идет. Дядя Яша Некталов, который в Ташкенте был для меня как отец, Сандохи Псарма, специально память, Каздоду нам кима, Вамамкадар, Варибу Дан Тошкам, Варахматхуна. Вот здесь несколько ребят, которые сандохи, дядя Яша. Вот Алик, не Алик, тоже Галибов, сандохи, дядя Яша. Это мы уже идем к кладбищу. Вот это такой день, 40 лет назад, был очень тяжелый. Вот сестры мои, тетя Нина. И очень сложно было. Мне было всего 21 год. И потом достигать всего этого было совсем непросто. Вот этот наш милиция, помните, да, Елизе? Как это? Арабаев, Рахматхуна. Вот. Очень любил моего отца. Пока швурус, прежде днем, да. И все это наполнено было такой страшной трагизмом. Потому что папе было 58 лет. И когда мне в 58 лет предстояла операция, я думал, наверное, меня тоже не будет. Но вот, слава Богу, благодаря Марику, моему племяннику, я живу. Вот эта процессия, если Амаком, видите, они еще молодые. Они ходят по узким улочкам этого города, моей Махады родной, которые провожали всей улицы, всем городом, специально кочекоммунистический. Вот видите, вот толпа огромная, столько людей было. Вот этот бейник, гена, мои братья, дай Бог им здоровья, ни одну минуту не оставляли меня. И вот этот памятник, который мы установили. И сейчас я сделал так, чтобы на обратной стороне, там вот здесь мама, наоборот, мне стихи Михаила Завула. И вот я часто бываю в Самарканде, когда меня спрашивают, почему ты так часто бываешь в Самарканде? Это Олечка, моя сестра, специально пошла навестила. Я благодарен Тамаре Катаевой, в тот день, когда я приехал в Тамару. Вы, оказывается, были на два часа раньше, меня привезли огромный букет цветов. Спасибо вам большое. Это значит, семьи моих дядей, любимых, тоже не так долго они прожили. И вот этот дядей, который тоже умер очень рано, правильно? Ему было всего 56 лет. Это вот радостные дни наши. Вот дядь Рафик хотел его показать вам. Вот это он снимал все. И вот эти многие фотографии, которые сохранились у нас от этих похоронных процессий, благодаря ему. Света уехала в Наманган. Но, тем не менее, всегда приезжала на все события наши. И... Вот это их семья. Вот Гарик, Славик, Элочка. Элочка вообще росла у нас. Славик и Гарик. Хорошее время было, и слава Богу. Папа их видел. Это моя тюрь Гуля. Дай Бог ей здоровье. Она осталась одна со всего нашего Аблота. Это моя мама счастливая со своими внучками, дочерью. Это фотографии Мерика Рубинова. Он приходил к нам домой. И иногда вот так нас снимал. И вот эти тоже наши. Это все фотографии, которые делал Мерик Рубинов. Счастливая у нас была семья. Папа нас ни в чем не отказывал. В 16 лет я ехал в Москву смотреть выставку импрессионистов. В 17 смотрел балеты Тищенко в Ленинграде. То есть папа делал все, чтобы я развивался. Это вот у нас во дворе новыми нашими кудом. Вот все мои сестры здесь, племянницы, жена моя. Это, блядь, наш дом. А это мы уже эмигрируем. И эту фотографию сделал великий художник Хейпиц. Это во всех выставках показывает. Эмиграция называется. Как наш... Я не знаю. Я не просил делать этот кадр, Мерик. Зачем ты это сделал? Свои шаблоны тупые ставишь. Ненавижу это все. Вот. Смотрите, вот это племянница моя, Эллочка. Она росла в нашем доме. Моя мама лично ее воспитывала. Я сам ее выдал замуж. Сам играю на свадьбе. Ездили на Манган, Душамбе. Это очень счастливая пара. Это дети моей сестры Маргариты. Эллочка, вот ты сегодня читал этот... Субтитры сделал DimaTorzok